Здравствуйте! Вот на фотографии вы можете видеть разрушенный ядерной бомбардировкой город Хиросиму. Тут вот в правой части снимка здание такое с куполом, да, его называют атомный дом. До сих пор оно стоит в Хиросиме, видите, Хиросима разрушена. А бомба ядерная, вот в моем детстве говорили, бомба ядерная взорвалась как раз над ним, да, то есть он находится в эпицентре взрыва, под взрывом ядерным. Сейчас вроде как уточняют, в ста метрах она взорвалась, не совсем над ним. Ну вот, дома стоял, дома стоял. Этот город был такой классический японский город, такой вот из рамочки, из планочек, на которой наклеена бумага. Ну такая вот красивая японская жизнь, циновки, бумажные стены и так далее, да, понимаете как, да? Вот, город был вот полностью разрушен, стерст листа земли. Остались стоять только каменные здания, обратите внимание. Между прочим, второй целью для бомбардировок был город Нагасаки. У меня его фотографий нет. И вообще его фотографий достать очень трудно. И едва ли, в общем, до сих пор возможно. Дело в том, что вот наши соотечественники, советские офицеры, а в ту пору в США были нашим союзником, очень просились попасть в город Нагасаки. Это вторую цель ядерных бомбежек. Это Нагасаки был портовым городом, каменным, нормальным, да? Интересно было, как же он на него подействовал, ядерное оружие. Не пускали туда американцы нас. Во все 50-е годы было очень много книг по последствиям ядерных бомбардировок. Все они основывались исключительно на материале Хиросимы, да? На Хиросиму была сброшена бомба тротиловым эквивалентом 20 килотонн, 20 тысяч тонн тринитра Тулуола. Много это или мало? Да, конечно, много. Но вот с чем сравнить? Вы представляете, если бы этот тринитр Тулуол расфасовать по 60 граммов, это заряд гранаты Ф1, представляете, да? Это такая, так называемая, оборонительная граната Ф1. Ф, сейчас мы пишем вот русскую букву Ф, а когда-то давным-давно на заре 20 века писалась латинская буква Ф. Это французская граната номер один, да? Ф1. Или лимонка. Лимонка. Одни говорят, это какой-то отголосок, переделка имени конструктора, а другие говорят, просто на лимон похоже. Лимонка. Вот такая вот с насечками, чугунный корпус и 60 граммов взрывчатки. Так вот, представляете, если 20 тысяч тонн расфасовать вот такие вот гранаты, это будет 333 миллиона, 333 тысячи и 333 гранаты. И еще немножко взрывчатки останется. Вот. Да, представляете, 300 миллионов гранат бросить на Хиросиму. Наверное, результат был бы более суровым, более разрушительным, чем то, как вот тут было. Правда ведь? Правда. Я к чему, к чему я клоню? Я клоню вот к чему. Ядерное оружие, конечно, это ужасные вещи. Применение его совершенно недопустимо. И недопустимо оно не только вот с точки зрения вот чисто вот жалко людей, жалко город, а с точки зрения военной оно бессмысленно. Бессмысленно. Ну, американцы откровенно продемонстрировали японцам вот свою мощь, да, вот, вот что мы можем сделать. Еще к тому же, там на парашютах сбрасывалась аппаратура, которая, значит, регистрировала там излучение, всякую вот ударную волну, и ученые в эту аппаратуру письма вложили, которые они написали японским ученым. О том, что там в них писали, что вы, господину Юкаве они написали, это самый известный физик-ядерщик японский того времени, он дожил чуть ли не до 90-х годов. Такой долгожитель. Один из создателей, ну, собственной теории атомного ядра. Вот. И вот, господин Юкаве, вот вы нас всех знаете, мы такие-то, такие-то, сейчас в Америке работают заводы день и ночь, штампуют их, как вот, я не знаю что, атомные бомбы. Вы, пожалуйста, скажите вашему правительству, сопротивление бесполезно, все закидают этими бомбами. То есть, вот, наверное, вот это письмо вкупе вот с этими разрушениями повлияло. А на самом деле, как на войне применить по реальным военным целям, совершенно непонятно. Только вот в смысле таких вот террористических налетов. И обратите внимание, дома-то стоят с ним, ничего не сделалось. Правда? Сгорели только вот эти бумажные домики. Удачи вам, всех благ, только бы не было войны.